Девушки отдыхают 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 Что значит эта фраза? Это заключается механизм и сакральный смысл этого в том, что чем больше ты что-то хочешь преодолеть, превозмочь иметь над ним силу, тем больше ты сам и придаёшь силу тому, что ты хочешь преодолеть. То есть, соответственно, если ты хочешь быть супергероем и уметь справляться с любыми опасностями, то ты эти опасности делаешь непреодолимыми и бесконечными. То есть оно множится. Один момент. Второй момент. Я не говорю, что надо ничего не делать, как говорится, забить и наплевать им быть слабым. Нет, здесь разговор идёт о том, чтобы человек не пытался быть героем в отношении к каким-то вымышленным опасностям, потому что в первую очередь все эти фильмы нацелены на то, что ох, какой я избранный. Посмотрите все на меня и завидуйте. Я так могу, а вы нет. То есть это ЧСВ. То есть это, грубо говоря, эго со знаком минус. Потому что эго не есть плохо. Эго плохо, когда ты обусловлен ими, когда оно тобой управляет. Когда человек имеет амбиции, когда он имеет это эго, это одно. Но плохо, когда эго имеет человека. Потому что ты во взаимоотношении, в осознании того, что есть реальность одного. Ты в взаимоотношении только с самим собой и в отражательной системе данной реальности. Следующий пункт, который я бы хотела сказать, что помимо того, что множится в геометрической прогрессии опасность, если ты хочешь быть суперсильным, человек не осознает одного, что только контакт, только баланс с самим собой, наоборот, воспроизводит вот эту балансировку во всем. Если у человека очень много опасностей, значит, у него недостаточно вот этого мира и баланса внутри. Потому что он попадает в ту стезю, он попадает в ту ипостась, вернее, он воспроизводит собой эту ипостась в данной реальности благодаря внутреннему состоянию и внутреннему излучению этого состояния. Смотри, ты боишься высоты, к примеру, или я боюсь высоты. Но глупо залазить на 30-этажный там какой-нибудь небоскреб или там еще выше, стоять на краю крыши и говорить, я не боюсь высоты. От этого ты только усилишь, потому что ты пытаешься с этим бороться. Чем больше ты борешься, да, или ты от этого прячешься, я еще раз говорю, не против себя злому, оно множится, оно будет усиливаться. В любом случае ты можешь начинать что-то делать, какие-то моменты постепенно, смотря в чего ты боишься и, возможно, подниматься на какую-то высоту постепенно. Если действительно человеку это нужно, просто надо задать вопрос, зачем он хочет избавиться. Потому что страхи, в них есть тоже сакральный смысл. То есть для чего? Опять-таки, иметь страх одно, когда страх имеет себя, это уже другое. Есть большая разница быть локомотивом или быть пассажиром. Смотри, все, что касается страха, я бы сказала так, что очень многие философы, очень многие так называемые гуру и мастера пишут о том, что страху нужно смотреть в глаза. Сначала надо посмотреть в глаза тому, кто в глаза смотрит этому страху. Сначала надо определиться, кто смотрит, как смотрит, посредством чего. Потому что страх, он принадлежит программе эго-ума, принадлежит личности. И если ты внутри личности, то ты априори не сможешь справиться с тем, что наполняет эту личность со всей этой программой. То есть это как, знаешь, пытаться спасать. Два человека тонут, и один другого пытается спасти. Но это нереально. То есть кто-то один должен быть на берегу или на каком-то устойчивом положении, откуда он мог бы этого человека спасать и вытягивать. То есть у него должна быть какая-то стабильность под ним, какая-то стабильная почва, стабильное место. Через проговаривание, через моделирование, через наблюдение можно сначала обнаружить, кто смотрит, как смотрит, из чего складывается смотрение, кто делает вывод, как делает вывод и так далее. То есть как функционирует ментал. И только через это можно подойти к тому, чтобы взаимодействовать со страхом. Человек в первую очередь должен обнаружить самую себя, довериться себе. А человек ищет себе вот этого внешнего кумира. Он пытается найти внешнюю опору, внешнюю силу. И думает через это, что он обнаружит свою внутреннюю силу себя. Никогда такому не было и не бывать. Сначала надо увидеть, кто есть кто. И мы с тобой об этом говорили и не раз. То есть развлечение сущностного и личностного. Когда есть ты, а когда есть образ тебя, это разные вещи, это разные ипостаси, разные частоты. И смотря посредством чего ты идешь. Но согласись, но глупо, если у актера, например, финансовая проблема, он не может взять какую-то пьесу, играть какой-то персонаж, и посредством персонажа занять деньги в банке. Он не может прийти в спектакль и решить свою проблему. Это две несовпадающие частоты. То есть для того, чтобы разобраться со страхом, надо сначала узнать, что это такое, кому это принадлежит. То есть установить хотя бы наблюдение. А потом только пытаться с этим взаимодействовать. Но согласись, вот ты ночью в темной комнате. Ты можешь что-то сделать? Вот ты зашел со света, где было светло и ярко. Заходишь в темную комнату. Что ты можешь сделать? Тебе нужно хотя бы адаптироваться и посмотреть, что это такое, как здесь все устроено. Но хотя бы хоть как-то адаптироваться и привыкнуть, чтобы двигаться в этом. А получается, ты, не ведая, предполагаешь какие-то выводы умом, посредством собственного мышления, как же в этой ситуации быть. Но это грубейшее заблуждение. Страх принадлежит личности. То есть страх – это программа личности. Смотри, если ты не в личности, ты в разотождествлении с ней. Соответственно, ты и разотождествляешься со своими страхами. Постепенно, точно так же. Потому что ты забираешь свое присутствие из личности. Понимаешь? А раз тебя там меньше, тебя меньше в страхах. И это надо не путать. Потому что вот это настоящее и личностное, сущностное и личностное – это разные ипостаси. Да, оно завязано на одном человеке. Но если ты внутри вот этого компьютерной игры, это ничем не поможет твоему реальному состоянию. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok